Добрый день, дорогие друзья! Поделки-самоделки снова у вас в гостях. В связи с тем, что у меня есть лишний вес, я в 1122 раз приняла твердое решение сбросить его и больше никогда не набирать. И в этом мне помогут деревянные ложки. Вот первая из них, которую я покрасила белой акриловой краской два раза. Теперь я беру бумажную глину, по-английски название Pepper Clay. Вы можете ее найти на сайте AliExpress или на сайте Amazon. Вот я делаю такой треугольничек, выравниваю его, немножечко раскатываю его, в данном случае это горячий клей-стержень. И теперь мне нужно сюда добавить небольшую такую деталь. Сейчас я буду делать животное. Животное, коровку, симпатичную и добрую, как я. Так, приклеиваем теперь мордаху. Такую делаем, где у нее носик. Сами ноздри я делаю из обыкновенных пуговиц. Немножечко утопим их, прямо туда в клей. Этот клей очень быстро сохнет и мало весит. Теперь нужно сделать ушки. Обратите внимание, я снова раскатываю бумажную глину, как можно тоньше. Потом я взяла колпачок от другого клея и сделала вот такой кружочек. Разрезала его пополам, ровно пополам. Аккуратненько ножом соскоблила его от доски от рабочей и одну, и вторую половину. И теперь загибаем и делаем ушки. Вот такое ухо одно, и такое же точно второе. Чтобы уши крепко держались, я их приклеила на клей. Это клей все ПВА. Теперь нужно сделать рожки. Вот я сделала такие две капельки. Раскатала их между пальцами, обрезала, чтобы они были одинаковые по высоте, и также снова их приклеила, немножко загнув в серединку. Вот такие рожки. И с помощью маленьких ножниц, или можно какой-нибудь другой инструмент взять, спицу, иголку, сделала отверстие для глаз. Теперь я все это покрываю акриловой краской. Дело в том, что эта бумажная глина не раскатывается совсем гладко, вернее, не всегда раскатывается гладко. И остаются небольшие щели. Я их замазываю акриловой краской. Теперь добавляем розовую мордаху. Также розовый цвет добавим в ушки. И в одно, и во второе. И черным цветом покрасим рожки. Теперь нужно добавить глазки, и я их сделаю из обыкновенного перца. Горький перец горошком. Вот я приклеила на горячий клей, в те отверстия, которые я делала маленькими ножницами. И когда эта работа сделана, можно приклеить голову прямо на деревянную ложечку. Приклеиваем ее. Теперь сюда нужно добавить украшения. Коровка у нас девушка. Красивый бантик. Красивую такую заколочку сделаем ей на бантик. И нарисуем очень знаменитые коровьи пятнышки. Вот такая забавная девчонка-коровушка у меня получилась. Это изделие можно покрыть лаком и повесить у себя на кухне как украшение. Ну и, конечно, как юмор, напоминающий, что не нужно есть так много, чтобы не стать. Ну а вот и вторая ложечка. Я тоже ее крашу акриловой краской. В этот раз только один раз. Как основу. Ну а теперь готовлю настоящий цвет самой ложки. Добавляю к белой краске немного желтой. Добавляю коричневой. Еще немного коричневой. И у меня получается такого бежевого цвета ложка. Когда будет она вся в сборе, это будет очень хорошо видно, какого она цвета. После того, как ложечка высохнет, я добавляю ей коричневые точечки, горошинки такие. Я использую для этого обыкновенную палочку для очистки ушей. И вот такая у меня пятнистая ложечка получилась. Теперь снова беру бумажную глину. Снова делаю такой же треугольник. Что самое интересное, все три ложки основы для животных у меня абсолютно одинаковые. начинаются во всяком случае. Вот он треугольничек. Делаю такую ровненькую форму. Теперь раскатываю еще одну деталь, которая будет на мордочке. Такой небольшой овал. Снова мне кажется, что это много. Немножко поменьше. Вот такой овал. Теперь его можно приклеить. Также клеим ПВА. Приклеили. Снова сюда две пуговицы. Утопили. Теперь мы сделаем уши этому животному. Пока еще не говорю, кто это. Вы сейчас буквально через минуту догадаетесь. Так, вырезаем. Делаем размер. Ну, уже, наверное, догадались. Кто это будет? Это будет у нас хрюшечка. Для меня это еще одно напоминание, что не нужно много есть. Нужно кушать как можно меньше. Ну, а вообще можно сделать 12 таких животных, которые будут символизировать гороскоп по годам. Вот, смотрите, я вырезаю обыкновенной зубочисткой. Тонко раскатала. Теперь можно ушко приклеить. Немножко наискосок я его приклеиваю. И второй хвостик приклеиваем. То же самое я делаю и со вторым ушком. Также для глаз делаем отверстие. И нужно, после того, как подправили, опять же покрасить полностью, покрыть всю мордаху акриловой краской. Это будет основа. Ну, еще я крашу, потому что пуговицы у меня немного желтоватого цвета. Они на ролике не видны, но на самом деле сильно выделялись. Поэтому я их решила покрасить. Вот в розовый цвет я покрасила всю голову. А сам пятачок я покрасила в более насыщенный розовый цвет. Просто добавила немного красного. И у меня получилось такое отличие. После того, как мордаха высохнет, можно ей приклеить глазки. Теперь я беру самый мелкий перец с горошком, чтобы получились у меня маленькие такие поросячьи глазки. Также можно все это изделие покрыть акриловым лаком. Или лаком для волос тоже будет годиться, чтобы легко смахивать пыль с этих изделий. Ведь ложки будут висеть. Теперь добавим бантик. Красивую заколочку. И вот такая ложечка замечательная получилась. Очень веселенькая. Крюшечка у меня тоже девочка. Я ей добавила цветочек. Ведь год свиньи у нас тоже существует. И этот год коробки. Ну и, наконец, третья ложка. Третья ложка вообще самая полезная. Я из нее делала курочку, которая напоминает мне, что нужно есть совсем понемножку. Пришла на кухню, поклевала и забыла. Так, снова делаю треугольничек. Опять же я использую бумажную глину. Еще один треугольничек маленький. Это для носа, для клюва вернее. Делаем отверстие. Для ноздрей раскатываем еще раз потоньше бумажную глину. И теперь я буду делать гребешок. Гребешок у меня получился в два этапа. Делала все это я на глазок. Сначала он у меня получился немного высоковатый. Ну и потом я его подрезала. Ну вот теперь размер замечательно подходит. Теперь нужно добавить еще бородку. Вот такие две капельки я делала. Потом их немножко приплюснула. И это будет у меня бородка. После того, как все это я слепила, теперь нужно добавить цвет. Красим клюв. Затем гребешок. Ну и конечно же бородку. Пока эти детали сохнут, я крашу в черный цвет саму голову. И когда маленькие детальки высохнут, я их приклеиваю к тоже уже высохшей голове. Нос, глазки. Вернее, не нос, а клюв. Также гребешок. Снова приклеиваю курочку к ложке. И затем с помощью зубочистки, вот я обрезаю один край, делаю маленькие-маленькие точечки по всей голове куиной. Делаю все это только с лицевой стороны. Ну, вы можете делать еще и с другой, с изнаночной. Снова беру палочку для ушей. Теперь я ставлю белые горошинки. На черном фоне они замечательно смотрятся. Ложка получается очень нарядной, красивой. И когда эта ложечка высохла, я ее покрыла лаком, для того, чтобы она блестела. То же самое вы можете сделать и с остальными ложками. Так за ними будет легче ухаживать. Добавляем сюда красивый бантик, красивую заколочку. Ну, заколочка в кавычках. И вот такая замечательная ложечка получилась. Теперь продеваем ниточку. В данном случае у меня это джутовый шпагат, джутовые нитки. И теперь ее можно подвесить. Замечательная ложечка получилась. И так курочка по зернышку клюет. Отличная идея. И замечательные подарки хозяйкам для украшения кухни или дачи. Я желаю вам хорошего настроения. Не забудьте поставить лайк. И приходите за новыми поделками. Пока-пока!